Проходя сегодня по Ваганьковскому кладбищу, я подошел к захоронению одной из самых известных наших чемпионок конькобежного спорта Индии Артамоновой. Четырехкратной чемпионки мира, пятикратной чемпионки СССР по скоростному бегу на коньках. К сожалению, она ушла в тридцать лет, ушла трагической смертью. Ее трагическая гибель потрясла не только в то время Советский Союз, она потрясла вообще весь спортивный мир, вообще во всем мире. Для всех это была настоящая трагедия. Рассказывая об Инге Артамоновой, хочется сказать, что она не сразу пришла в скоростной бег на коньках. И вообще, она сначала серьезно болела, у нее были проблемы с сердцем в детстве, и ей практически даже был противопоказан спор. Но вот благодаря своей какой-то сокрушительной силе воли, она стала тем, кем мы знаем ее в этой жизни, и тем человеком, которого можно считать примером, примером, символом, наверное, какой-то спортивного духа, силы воли, силы воли женщины. Но далеко не каждый мужчина сможет пройти через столько испытаний, через сколько прошла Инга Артамонову за свои 30 лет. Она умерла очень молодой. Так вот, занимаясь спортом, врачи сказали, что физкультурой можно, но серьезно спортом лучше не заниматься. Но все-таки она стала на коньки и быстро стала набирать обороты. Практически она стала там кандидатом мастера, мастером спорта. И ее молодую девочку отправили на чемпионат мира. Она выиграла этот чемпионат мира. Отправляют на следующий. Она готовится. Выигрывает чемпионат Советского Союза. Едет в Швецию на чемпионат мира. Выигрывает его. Приезжает в Советский Союз. И тут происходит очень неприятная история с ней. Дело в том, что в советское время отношения с иностранцами мягко говоря не приветствуюсь. А тем более это касалось спорта. Тем более это касалось чемпионов. Ну а Инга познакомилась с одним шведским бизнесменом, очень обеспеченным человеком, который предложил ей руку и сердце. Но Инга не хотела уезжать из Советского Союза. Она любила свою страну. У нее вся родня здесь. И она хотела жить здесь. Она отказала этому шведскому бизнесмену, хотя они какое-то время встречались. Но нашлись добрые люди. Доложили в руководство, что у нее была связь со шведом. И Ингу отстранили не только от международных, но и от внутренних соревнований. Но Инга Артамоновой не была бы Ингой Артамоновой, если бы она с расстройством забросила бы спорт. Нет. Она попросила, чтобы ее опять допустили хотя бы к региональным соревнованиям. И вот она настолько выше была тех участниц региональных соревнований. То есть сразу допустили, да, до чемпионата Советского Союза. И она тут же с огромным перевесом, потому что тренировалась она с удвоенной энергией. Становится чемпионкой, чемпионкой Советского Союза. Ну и ее после долгих совещаний отправляют на чемпионат мира. И она еще дважды становится чемпионом. Тренировать ее стал один из участников сборной Советского Союза, впоследствии ставшей ее супругом. И вот этот супруг, он очень ревновал Ингу. Потому что она была очень красивая женщина. И однажды, когда они когда приехали с соревнований, в порыве ревности он убил Ингу. Зарезал ее. И вот насколько вот этой силы воли хватило, что Инга, хотя удар принес, удар был сокрушительной силой, потому что муж у нее был спортсмен, он со всей силы вонзил ей клинок в сердце. Она смогла этот клинок вынуть из груди и даже позвать врачей. Ну, к огромному сожалению, конечно, это невозможно сделать так, чтобы человек после такой тяжелой раны выживет. И, к сожалению, Инга Артамонова в 30 лет ушла из этой жизни. Ушла в зените славы, в зените своего уважения. Такая вот произошла чудовищная трагедия. Которая вот ревность супруга, причем ревность супруга была и не только к ней, как к мужчинам, но и как к спортсменке, потому что она реализовала себя, а он нет. И его вот это вот это ревности привела к этой трагедии. Какая вот история. Ну, а я пошел дальше.